Вы смотрите аналитическую программу «Постскриптум» в студии Алексей Пушков. Как известно, президент Франции Николя Саркози является главным энтузиастом войны в Ливии. Саркози не только вернул Францию в военную организацию НАТО, но и полностью оправдал свое прозвище «Сарко-американец». Не так давно при Шираке в США обвиняли Париж в предательстве, ведь Франция не поддержала войну в Ираке и даже создала так называемую «тройку» вместе с Россией и Германией, в основе которой лежало неприятие этой войны. Тогда в Америке стали бойкотировать французскую пищу и даже перестали закупать французское вино. Но это было при Шираке. При Саркози Франция превратилась в самую горячую сторонницу американских гуманитарных интервенций. Но поможет ли Николя Саркози, рейтинг которого упал уже ниже 30%, маленькая война в Ливии? Спасет ли она неуклонно слабеющего французского президента? Об этом в материале корреспондента ТВЦ в Париже Олега Шомера. Военно-воздушная база Юг Франции. Уже вторую неделю каждый день отсюда в воздух поднимаются эти самолеты-заправщики. Каждый «Боинг-735» способен взять на борт 100 тысяч литров херосина. На сегодняшний день таких летающих заправок 14, но требуется гораздо больше. Коалиция готовится к затяжной войне. Мы выполняем задания, пока сбоев и потерь нет. Операции сложные, на скорости 600 км в час заправляем каждый день до 20 штурмовиков. Французские «Рафали» и «Миражи» продолжают оставаться основной ударной силой стран-участниц военной кампании в Ливии. За это время французский президент только один раз в обстановке строгой секретности прилетал на военную базу на Корсике. О чем там шла речь, для журналистов осталось тайной. С самого начала Франции взяла на себя роль лидера. И первая нанесла удары по наземным целям. Инициатива президента на международной арене озвучивает отныне новый министр иностранных дел Ален Жюпе. Примечательно, что до своего нового назначения он занимал пост министра обороны. Мы долго выжидали. Надо было действовать активно сразу, как мы и предлагали, чтобы не дать Каддафе развить наступление. А теперь время упущено. Командовать парадом буду я. Не скрывал своих амбиций Николай Саркази. Теперь аналитики говорят, что именно Франция активнее других выступала против передачи командования боевыми действиями силам НАТО, чем внесла раскол в лагерь союзников. Во всяком случае, ее не поддержали Италия и Великобритания, другие европейские страны. У господина Саркази и у других европейских лидеров есть и альтернатива НАТО. Это Европейский союз. По сути дела, в ливийской истории Евросоюз как-то вообще растерялся. Он продемонстрировал отсутствие своего собственного лица. И именно поэтому НАТО просто узурпировало власть. А мы плохо понимаем, как можно защищать гражданское население, уничтожая его. Вот, собственно говоря, в этом суть нашего противоречия с западными партнерами. Что касается западных партнеров, господь им судья. Я не знаю, что у них там в голове, но думаю, что это далеко не гуманитарный интерес. Расчет на лидерство и на лавры от быстрой победы не оправдался. Ливия не стала для Саркази тем, чем стали фалкленские острова для Маргарет Тэтчер. А вот недовольство политикой главы государства у французов растет. Не оставляет ощущения, что мы не Каддафи усмирить пытаемся, а политические дивиденды заработать. Но ведь это вторая иракская ловушка будет. Не верю, что все настолько слепы, чтобы этого не замечать. Да и угрозы полковника нельзя игнорировать. К угрозам ливийского лидера, объявившего Францию врагом номер один, относятся серьезно. На улицах стало больше полицейских машин, усиленных нарядов, военных патрулей. Особенно в туристических местах. Повышен уровень террористической угрозы. Под барабанную дробь, ритуал, который как никогда соответствует моменту. На экстренное заседание собираются депутаты национального собрания, чтобы обсудить ситуацию в Ливии. Да, мы были за вторжение в Ливию по мандату ООН. Но теперь очень обеспокоены тем, что действия Франции и других стран-коалиции переходят границы дозволенного. И входят в противоречие с документом Совета Безопасности. Да и со здравым смыслом тоже. Все это будет иметь очень неприятные дипломатические, политические и военные последствия. Надо защитить повстанцев, надо избежать резни. Я говорю, браво! Но не надо использовать защиту населения как предлог, чтобы внедриться в чужую страну и войти в конфронтацию со всем арабским миром. А именно это, я убежден, и произойдет рано или поздно. Образ сильного и решительного президента сегодня как никогда необходим Николе Саркази. Ливийская кампания вроде бы должна была сработать на его авторитет, который стремительно падает в последнее время. Ведь не случайно первые бомбардировки Франции произвела как раз в день начала кантональных выборов, которые проходили в два тура. Итоги последнего были подведены на этой неделе. Для партии Союза Народное движение, который возглавляет Саркази, они неутешительны. Всего 35% голосов. Тогда как оппозиционная социалистическая партия набрала более 50%. На третьем месте Национальный фронт. Результат сенсационный. Такой популярности у ультраправых не было еще никогда. И это несмотря на то, что последний тур был отмечен скандалом. Один из ведущих журналов опубликовал снимок кандидата от Национального фронта на фоне свастики и с вытянутой в нацистском приветствии рукой. Я беспокоен за будущее страны. Куда мы идем? К перевороту в политической жизни? Точно. Это мне не доставляет удовольствия. У меня впечатление, что власть растерялась и не знает, что делать. Много всего обещано, а мало сделано. А война – это способ отвлечь народ от его внутренних проблем. Кстати, категорически против начала боевых действий выступал тот же Национальный фронт. И еще за выход из Европейского союза и из зоны Евро. Кто-то говорит, что голоса за нас – это протестное голосование. Нет, это голоса желающих влиться в наши ряды. В штабе лидера социалистов Мартино Бри не скрывают радости от победы. Я как никогда ясно сознаю теперь, что мы обязаны выиграть выборы в 2012 году для Франции и для французов. Ищите женщину – это так по-французски. Говорят на этот раз избирателям, обращаясь и к действующему президенту тоже. Если раньше его имя ассоциировалось только с именем одной женщины, то сегодня добавилось еще два. На политическом небосклоне, конечно, Мартино Бри и Марин Ле Пен. В предвыборном раскладе отныне они совсем рядом, слева и справа от Николя Саркази. Такая близость политических соперниц внесла раздор и в мужскую команду главы государства. Противоречия возникли между президентом и его премьер-министром Франсуа Фийоном, который призвал избирателей голосовать за кого угодно, только бы не прошел национальный фронт. Даже за своих главных соперников – социалистов. Сам Саркази категорически отверг такое предложение главы своего кабинета министров. Теперь Фийон отыгрывает обратно, защищая своего президента от нападок оппозиции. Господа левые, оскорбление, которое вы каждый день наносите президенту и его партии большинства, приводит к созданию в нашей республике такого климата, где царит беспредел и позволительно все, даже приход к власти националистов. Согласно опросам общественного мнения, если бы президента страны выбирали сегодня, то Николя Саркази не прошел бы даже во второй тур. Избиратели не прощают ему провалов в социальной и экономической политике войны, в которой Франция, похоже, увязла крепко и надолго. И задаются вопросом, а сдержит ли Каддафи свое обещание опубликовать счета в офшорных зонах, на которые он якобы перечислял деньги на предвыборную кампанию Саркази в 2007 году. Во всяком случае, вернуть обратно эти средства ливийскому народу полковник уже потребовал. Олег Шомер, Евгений Величко. Специально для программы по скриптам Европейское бюро Франция.